Наверняка после этого видео меня будут ненавидеть очень много блогеров, потому что ровно полтора года назад, но немножко больше, когда началась вся эта заваруха, ну вы знаете о чем я говорю, я высказала свое мнение. Почему? Потому что я уже в Испании живу больше 24 лет, и конечно немножко опыта у меня об этом есть. Ну высказала я свое мнение, многим понравилось, многим нет, и вот сейчас, спустя столько времени, я возвращаюсь опять говорить на эту тему. Наверняка вы уже сейчас стараетесь открыть визу, приезд, планируете все, но ребята, самое главное, что вы не знаете, это жизнь в Испании, именно сколько она стоит. В предыдущем вот этом видео я как-то постаралась объяснить и рассказать людям, к примеру, да, путь этот, начиная приезда и т.д. и т.п., потому что многие хотят вот приехать сразу и работать по своей специальности, правда? Вы тут уже об этом подумали. То есть сначала посмотрите это видео, а потом вы меня уже поймете. Там я рассказала все подробности, то, что знала, а потом рассказала о работе, к примеру, да, что вас ждет, все эти ступеньки, которые мы проходили от А до Я. Но опять же, вы в это не поверите, не поверите до тех пор, пока вы это все не пройдете. Но я даю мой совет, а вы уже делайте, как вы считаете нужным. И мои подписчики наверняка видели уже, не одно видео, о котором я стараюсь достучаться, до людей, которые стараются или думают приехать в Испанию, подсчитать ваш заработок и сколько будет у вас растрат. Давайте именно вернемся в реальность, потому что я человек реальный и буду говорить вам именно сущую правду. Так как первые так лет, так не знаю сколько, вы должны будете, ну, опускать корешочки. О корешочках, кстати, я говорю об этом видео. А потом просто нас всех ставят на коленки, и мы начинаем искать работку, чтобы как-то выжить. Ну, наверняка, те, кто приезжает с хорошей подушкой, которая называется, ну, золотая виза, правда? Ну, вы же не те же, правда? Мы же простые работяги. Может, вы что-то сэкономили, какие-то там копеечки, понимаете, там, не знаю, тысяч сколько-то. То, что вы сэкономили, вам хватит на мало годов. Все, кто приезжает с деньгами, пожалуйста, даже не шкарябайте там что-нибудь, потому что сегодня мы будем говорить для людей, именно как я, в простых работях. Да, это возможно, ребятки, все пути, которые вам нарисовали, они возможны, даже нелегалам жить здесь. Но единственное, что сможете ли вы. Сегодня в этом видео хотела бы вам рассказать и сделать этот баланс. То есть, подытожить и сказать, сколько же у вас в месяц выйдет на ваши растраты, на самые элементарные, на 2023 год. Скромному, а очень по-скромному. Поставить вам цены именно, вот смотрите, самых обыкновенных продуктов, которые вы будете тратить. И с этого наверняка начинается все полностью. Курица, сахар, т.д., масло подсолнечное. То есть, элементарные вещи, без всяких загогулинок. Поэтому подсчитаем, сколько же нужно зарабатывать именно в день, именно в день, чтобы как-то выжить. Для того, чтобы приехать в Испанию, я тоже бы вам посоветовала начать с больших городов, где есть хорошая индустрия, где вы можете устроиться именно на фабрику. Конечно, если у вас есть язык, документы, т.д. и т.п. Понятно. И тем более разрешение на работу. Потому что жизнь вот этого мучлеру нелегала. Сейчас, на данный момент, это вообще очень тяжело. Возможно, но тяжело. В основном нелегалы выживут именно те, которые нечего терять. Вот, как мы. Представим, что выбрали там, допустим, Валенцию, Аликанте. Что вы там будете выбирать? Наверняка будете выбирать что-нибудь поближе именно русскоязычным, чтобы начать. Да, неплохо. Самая первая проблема, что у вас будет, это, конечно же, ну, в принципе, не только у вас, а у нас во всех полностью. Это жилье. Чем больше город, тем дороже. Наверняка вы же не будете сразу там искать себе квартирку по полной программе. Наверняка, мой совет, выберите себе комнату, чтобы было поэкономнее. На это примерно будет стоить, ну, давайте нарисуем 500 евро. Или сколько нарисуем? Нарисуем 300? Нет, таких 300 уже цен даже нет. Даже в таких маленьких городах, как Альмерия. Я, кстати, с Альмерией. Может, вам туда зачислят еще и свет и воду, что я не думаю. Свет наверняка будет по отдельности. Ну, наверняка на одну комнату прибавьте минималочку, да, 50 евро в месяц. Еще 20-ку добавьте туда еще наверняка воду. Наверняка без интернета же вы тоже жить не можете, да. Это будет классно, если именно комнате, где вы находитесь в квартире, вам просто дадут интернет. Ну, вообще-то в месяц на семью, это обозначает минималочка-минималочка, это 25 евро за интернет. Вы там записываете себе, сколько у нас там уже выходит, правда? Потому что потом мы сравним, сколько вы будете зарабатывать. Ну, средний заработок, вот именно приезжего или минималочка для испанцев. А вы знали, сколько они зарабатывают? Ни ка вы устроитесь на работку и, конечно, в городах, ну, давайте возьмем по минималочке. Ну, возьмете вы карточку для автобуса на месяц, что вам будет стоить, ну, наверное, 25 евро в месяц. Ну, это так, средненько. Чтобы кататься на метро или на автобусе. Хотя в каждом городе, я не знаю, есть метро или нет, отдельно это платится. Это вы уже по штукатурьте сами. Это мы говорим только об автобусе, туда и назад, туда и мы назад. Ну, а теперь о питании. На данный момент, сегодня мы находимся в конец сентября 2023 года. И по барам вам лазить, наверняка, за то, что вы будете получать, ну, как-то будет неудобно. Абсолютно, деликатесы вы не заглядываетесь. Это именно, чтобы поддержать ваш животик. Ну, на одного человечка, давайте представим, что в недельку у вас выйдет. И это так, скромненько. А если у вас еще есть машина, на данный момент у нас в Альмерии, и это недорого, потому что в больших городах бензин и все остальное топливо намного дороже. На сегодняшний день у нас 1,56. Кстати, ребята, напишите цену бензина и вот именно топливо на все это остальное, сколько у вас в городе стоит или в вашей стране, чтобы люди сравнили. Конечно же, страховочка о здоровье. Я не знаю, есть ли у вас документы или нет, но вообще-то, вот не знаю почему, вот все приезжают и сразу делают себе страховку на жизнь. Нам же страховочка медицинская нужна, ну, мало ли что случится, правильно? И это нормально, потому что по приезду, ну, не все сразу имеют такую привилегию, чтобы пойти именно в Центрный Салют и пить свою карточку. Это для именно эксклюзивов, ну, вы понимаете. А все остальные должны платить именно частную страховку. Ну, это примерно вам будет, ну, по среднечку, по среднечку, 50 евро в месяц. Кстати, не забудьте, именно если вас положат в больницу и будут вам делать операцию, туда не включается. Так, просто цена для того, чтобы пойти, допустим, сходить к врачу, увидеть, встретиться. И зубы ложите на полку. Кстати, о зубах, ребятки, страховки на зубы я, ну, в принципе, в Испании и не существует. Вам могут там сделать чисточку, там, за 2 рубля. Могут там, я не знаю, что вам, какую-то уценку сделать. Ну, вообще-то по полной программе здесь. Ну, если вы сняли квартиру и на долгосрочку, тогда у вас даже могут запросить, чтобы вы платили за мусор. Ага, вот налоги за мусор. Каждый год мы платим здесь налоги. Если вам и правда сделали долгосрочный контракт не на 1 месяц, а на год, то вам могут сказать, дорогой мой, плати налог. Ну, примерно в год это выходит, ну, я не знаю, сколько там, 60-70 евро. А некоторые еще вешают тоже именно своим инкелином, что обозначает, ну, съемщикам. Могут повесить тот же самый годовой налог. Да, мы здесь тоже платим за наши квартиры. А вы что думали? Ты купишь квартиру и ничего не будешь платить? Да, мы платим каждый год. Кстати, об этом поговорим потом. Ну, добавьте примерно так, минимум-минимум 300 евро в год. Плюс мусор. Это уже, конечно, на выбор хозяина квартиры. Такое тоже бывает. А теперь о зарплатах. Вот давайте представим, вы же профессионалы, вы приехали и хотите работать по своей специальности, а не тут-то было. А вы как думали, что сразу приехали с моей бумажкой и начну работать? Нет, ваша бумажка, это ваша бумажка. Ее нужно легализировать, поставить опасти. Ну, в принципе, в предыдущем видео я все рассказывала. Они называются это омоглобар. То есть ее тоже можно ждать, этой омоглобации. Которые ждут даже года. Так что, если начинаешь жить в Испании именно по скромнячку в 2023 году, я вам не советую приезжать сюда, потому что, честно говоря, стоит ли шкурка вычинки? Ну, наверняка вы спросите, ну ты же смогла. Конечно, я живу в своей квартире. Да, это моя квартира, я ее купила уже 12 лет назад и приехала, честно говоря, на других условиях. И, конечно же, наверняка вы спросите за ипотечку. Нет, ребятки, если вы здесь не налогоспособные и вы, по крайней мере, не проработали здесь полтора года, ну минимум, ипотечки вам здесь не светят. Потому что у меня ипотека. Если бы у меня не было ипотеки, если бы у меня было съемное жилье, то я бы наверняка уже положила бы зубы на полку. Это так, вот так, раз и два. И вот теперь задаю вам вопрос такой, сколько же вам нужно получать в день, потому что вы будете разнорабочим. Это сто пулу вы будете разнорабочим, чтобы содержать все эти растраты. В общем, когда приедете, это 1200-1300. Ну, в больших городах, где больше растрат в плане того, что жизнь немножко подороже, по-другому. Ну, может, соточку добавьте. Ну, там наверняка съемное жилье будет стоить. Ну, комнатка, о которой мы говорили, наверняка не 300 евро, а, наверное, все 600. А уж снимать квартиру так я вообще не говорю. Забудьте на первых порах. Ну, давайте посчитаем, сколько у нас выходит именно тоталь. Ребята, по-скромному, жить очень по-скромному. Это, можно сказать, вы будете жить в каком-то клетке золотой, да? Вы будете видеть все, вы будете этот отдых видеть, вы будете видеть это море, эти развлечения. Все абсолютно, ну, именно вот этого не хватает. То есть скромненько и со вкусом. И не забудьте, что у вас будет наверняка максимум, это один выходной. Ну, вообще-то у всех почти здесь так случается. Скажите мне, стоит этого? Да, многие мечтают с двумя выходными. И именно вот я буду разъезжать, валяться на море, отдыхать. Да, ребятки, мы тоже об этом мечтали. Когда мы приехали, мы здесь мантулили до такой степени, чтобы прийти к этому уровню, должны пройти года. Но не все к этому дойдут. Тем более в наши-то времена. Еще раз могу вам сказать такую вещь. Ребята, именно в 2023 году, пока не закончится вся эта ситуация, я вам не советую приезжать в Испанию, потому что на данный момент именно самая большая проблема – это жилье. И оно, ее, которое и правда подбивает под ножки. Ну, наверняка это во всех странах. Но дело в том, что в Испании так же само. С ее странными законами и ее безработицей тоже это не очень большая помощь. Получается, что выживет сильнейший, самый, вот так я говорю, веселый и находчивый, которому нечего терять. Или люди, которые приезжают с хорошей золотой подушкой. Ну, в принципе, им это видео наверняка будет неинтересно. Мы уже не говорим о ваших детях, потому что вы наверняка планируете приехать с детьми, правда? Как всегда я говорю, что ваши дети будут очень обустроены в школе, и т.д. и т.п. Но, честно говоря, классно бы было, если приезжало два специалиста, к примеру, и вы сразу нашли работу. Что мало верится, что это и правда с первого дня получится. Так что, ребятки, пожалуйста, посчитайте все ваши денюжки. Не спешите, обдумайте это все. Приедьте, как просто обыкновенный турист, два-три месяца сюда. Посмотрите, осмотритесь, как говорится. Идите сначала работу, а потом уже везите семью. Я на данный момент даю вам мой совет, потому что в Испании, это уже сейчас на данный момент, очень тяжело. Только потом везите вашу семью. В любом случае не вздумайте продавать ваши дома, недвижимость, все, что у вас осталось, только для того, чтобы рискнуть на это. Рискуйте, но не таким способом. Перед тем, как думать переезжать в Испанию, ребята, пожалуйста, учите сначала язык. Делайте, как это делали многие, когда, к примеру, переезду в Германию, помните, да? Они сначала учили язык, а потом только приезжали. Потому что, честно говоря, без языка вам здесь делать нечего. Просто превращаетесь в рабов или ваших друзей, потому что они вам будут переводить, и вы будете зависимы от них. Или просто именно временной подработкой дешевой для ваших соотечественников, которые тоже вас будут делать по полной. И рано или поздно вы это поймете. Ну, я хотела донести именно мои советы вам, а вы уже делайте, как вы считаете нужным. Язычные диаспоры, это именно для взлета. Ну, как горка, да? Или вы на них, или они на вас. Это реальная жизнь в Испании. Если вы живете, то, значит, получается, это ваша страна. Вот такие вот розовые очки опять я вам скинула. Не то, что я скинула, я просто стараюсь открыть глаза, чтобы вы не повторяли ошибки очень многих по приезду в Испанию. Особенно, чтобы избежали этих граблей, которые наступают многие, теряя все. Иногда быть веселым и находчивым не всегда помогает, потому что жизнь в Испании очень сильно меняется и очень сильно растут цены. Всегда, у кого есть бабло, они всегда сверху волны, а мы должны прогибаться. Так что, если зашло, ставьте лайки, подписывайтесь, потому что нас ждут очень многие интересные такие вопросики на любую тему о жизни в Испании. Задавайте свои вопросы. Ну, а если вам, может быть, эта темка не очень заходит, ну, о переезде ТТП, тогда у меня есть второй канал, который называется «Понемногу обо всем», где я рассказываю, как блог, мою жизнь в Испании. У меня интернациональная семья, в которой мы живем очень дружно, и там вы тоже будете видеть реальную жизнь в Испании. Хочу очень много лайков, подписок и до скорого. И желаю вам удачи.